Глава Дагестана снова в строю. Сергей Меликов победил коронавирусную инфекцию и теперь готовится приступить к отложенным из-за болезни делам. От ошибки до верного пути один шаг. Мельница стала для братьев из Кунзахского района стартом новой жизни. Девять из десяти. Триумф горских хвольников. Сербское золото едет в Дагестан. Это итоги недели. В студии Махач Курбанов. Здравствуйте. На неделе в Дагестане был установлен осенний-зимний антирекорд по ковидным больным. За этот период в республике их число впервые достигло такой высокой отметки. У 150 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Общее количество всех больных ковидом в республике превысило 20 тысяч. Также известно, что скончались два человека среди зараженных пациентов с подтвержденным диагнозом. В Дагестане снова увеличили число коек для пациентов с коронавирусом в связи с ростом числа случаев заражения. Как сообщает в Минздраве, ситуация с коронавирусом в республике остается крайне напряженной. Ежесуточно госпитализируются более 300 пациентов. В связи с этим приходится разворачивать дополнительные койки. Прием ковидных пациентов возобновила республиканская клиническая больница номер 2. Здесь для пациентов с коронавирусом подготовили 150 коек, в том числе 14 реанимационных. В настоящее время в медучреждении уже госпитализировано 15 человек. Тем самым общее число перепрофилированных коек в медучреждениях Дагестана 4293. Сергей Меликов выписан из больницы, но все еще находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Вернуться в Дагестан и продолжить работу Меликов планирует на следующей неделе. Он уточнил, что непроведенные в декабре в силу определенных обстоятельств мероприятия будут проведены уже в следующем месяце. Основным вопросом, на котором он планирует сосредоточиться, глава Дагестана назвал ситуацию с коронавирусом. В Дагестане продолжается реализация программы профсоюза работников здравоохранения «Забота». Она осуществляется в целях оказания материальной помощи медицинским работникам, пенсионерам и ветеранам труда. Так, руководитель профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева навестила заслуженного врача Дагестана Галину Абдул-Керимову. Большую часть жизни женщина посвятила медицине и спасению других. Подробнее Зумруд Гамидова. Вся трудовая деятельность Галины Николаевны связана с медициной. За несколько лет она прошла путь от рядового врача-педиатра до заместителя главного врача Каспийского лечебного объединения по детству, где проработала 35 лет. Галина Николаевна – трудолюбивый медик, умелый организатор. Ее высокий профессионализм был не раз отмечен наградами от Министерства здравоохранения России и Дагестана. Это вот я была награждена Дагестанской автономной социалистической республикой почетной грамотой. Для того, чтобы в дагестанских семьях было материнское счастье, своей профессии она отдала всю жизнь. В 1961 году Галина Николаевна окончила Томский медицинский институт, а через 6 лет приехала в нашу республику, уже будучи замужем за дагестанцем. Работала заведующая детским отделением, а уже с 1969 года назначена заместителем главврача по детству Каспийской центрально-городской больницы и проработала на этой должности 35 лет. Женщина вспоминает, что тогда она застала нелегкие времена, врачей не хватало. Работы было много, была большая смертность, и понимаете, у нас было много. Мы кутаны все обслуживали. Галина Николаевна воспитала сына, который пошел по ее стопам, стал врачом-реаниматологом. Сегодня большая часть педиатров – Каспийские ее ученики. Всю свою профессиональную жизнь она посвятила совершенствованию оказания помощи детям. Женщины считают, что молодежи следует учиться, осваивать новые направления в медицине и, главное, налаживать взаимоотношения с людьми. Я хочу пожелать настоящему поколению медицинских работников и врачам, и медицинским сестрам, и вообще всем, кто связан с медициной, быть профессиональными, хорошими своего дела. И самое главное – быть добрыми, отзывчивыми, быть чисто, относиться к своим больным по-человечески. Зумруд Бучаева поблагодарила Галину Николаевну за неоценимый вклад в развитие дагестанской медицины и вручила ей почетную грамоту и памятные подарки. Она напомнила, что ветераны медслужбы не должны оставаться без внимания. Именно для этого профсоюзом Дагестана была разработана программа «Забота». Программа «Забота» профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан разработана в целях оказания внимания нашим ветеранам, ветеранам-медицинским работникам, тем, которые посвятили всю свою жизнь делу оказания помощи и сохранению здоровья населения нашей республики. Сегодня героиня нашей программы Абдул Керимова Галина Николаевна, 35 лет которая проработала в системе дагестанского здравоохранения и сегодня находится в добром здравии и полна желания передать весь свой опыт нашей молодой медицинской общественности. Для нескольких поколений работников здравоохранения Галина Николаевна была не только руководителем, но и добрым, мудрым наставником и остается по сей день образцом профессионализма, человечности и порядочности. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Даглис Хос запретил вырубать елки в предновогодний период. Руководитель ведомства Вагаб Абдул Хамидов дал указание всем лесничествам пресекать заготовку деревьев с целью продажи. Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Покупателям будут предложены ели из других регионов страны. Запрет на вырубку в Льдогрисхозе объясняет тем, что Дагестан относится к малолесным субъектам России. Махачкала – одно из самых популярных российских авианаправлений. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий. По данным экспертов, россияне чаще всего летали в текущем году в города южных регионов страны, в том числе и в столицу Дагестана. Здесь надо также отметить тот факт, что большую роль в этом сыграла и цена авиабилетов. По предварительным данным, средний чек за перелет по России составил 6 692 рубля за билет в одну сторону. Это на 15% меньше, чем в прошлом году. Победить свое прошлое. Наш следующий сюжет о том, как бывшие пособники боевиков нашли в себе силы начать новую жизнь. Братья из села Арата Хунзакского района после выхода на свободу решили продолжить дело предков. Работают на мельнице и изготавливают лучшие каменные жернова на всем Северном Кавказе. Подробнее по тематам Ханапова. Теперь братья Магомедовы вовлечены иным созидательным и благородным делом. Они содержат мельницу, которую теперь посещают люди со всего Северного Кавказа. Здесь для гостей и собственных нужд Магомеды и Алиасхаб готовят урбечь и молотят муку. А жернова, которые они изготавливают, считаются одним из лучших на всем Северном Кавказе. Но вы сейчас довольны жизнью, которую вы проживаете? Амдуллах, очень довольны. Конечно, вся родная уйдет каждый день. И людям могу помогать по всему Северному Кавказу. Могу обеспечивать насчет мельницы. Ну, я думаю, что себя не буду хвалить. Но из самых лучших измельников, среди них я могу стоять в любое время. И починить, и делать, и реставрации делать. Помогать другим, говорят братья, они любили всегда. Но сейчас, прежде чем оказать кому-то помощь, сначала приходится поразмыслить. Однажды они помогли, что называется, не тем, и в итоге попали под уголовную статью. Я много помогал людям за свою жизнь. Любил встречать гостей. И однажды это сыграло против меня. Принял не тех людей. Теперь стараюсь быть осторожным и разборчивым в людях. Все ошибаются. И я не стал исключением. Адаптироваться к мирной новой жизни, говорят Магомед и Лиаскаба, им помогли сельчане. Глава аула сдал в аренду местную мельницу. А жители села всегда готовы поддержать братьев в благих начинаниях. Тюрьма и армия – это школа жизни для мужчин. Меня тоже она научила многому. Я переосмыслил некоторые вещи, начал лучше разбираться в людях, приобрел для себя новые ценности. Я прочитал за эти пять лет в тюрьме очень много книг, получил образование. Заключенным после освобождения всегда нужна социальная адаптация, говорят здесь, в Хунзакской администрации. От этого зачастую зависит, возьмутся ли ребята опять за старое или начнут новую жизнь с чистого листа. Вперва они как-то страхуют себя или как-то не вливаются в наше общество. И как-то смотрят государство, как будет на них реагировать. В принципе, мы даем знать им, что реабилитация для всех должна пройти. И психологически, и морально, и материально. У них есть семья. Поэтому мы готовы помочь им. Люди связывались с боевиками по разным причинам. Иногда это происходило по наивности или по незнанию. Поэтому многие эксперты считают, что шанс на исправление должен быть предоставлен каждому оступившемуся. К этому призывает и религия. Каждый человек, он совершает ошибки. И мы их не исключаем из общества. Мы всегда должны их поправлять. Никогда не поздно изменить свою жизнь. Мы пока живы. Те, кто умерли, похоронили, у них уже нет больше возможности себя, свою жизнь изменить. Пока после беседы с бывшими пособниками понятно одно – работу свою они любят и умеют делать. Рассказывают они братья с неугасимым энтузиазмом. Планы на будущее и есть. Младший уже нашел себе невесту и в скором времени планирует создать крепкую семью. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Хунзакский район. В селе Корчак Сулеймонстальского района открылась новая пожарная часть. Она отвечает всем современным требованиям. Просторные рабочие кабинеты и новая спасательная техника. Теперь жители района могут быть спокойны за свои жизни и безопасность имущества. В церемонии открытия принял участие и начальник и главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагомедов. Подробнее в сюжете Замрут Гамидовой. Открытие пожарной части ждали многие, как огнеборцы, так и жители района. И вот торжественный момент настал. Двери новой пожарной части встречали своих первых гостей и сотрудников. Уважаемые друзья, сегодня в Сулеймонстальском районе происходит знаменательное событие. Открытие пожарного депо, открытие пожарной части. Это не просто безопасность жителей этой долины. Здесь проживает 5000 населения, но и соседнего района, Табасранского района, могут воспользоваться. Это дополнительное и красивое архитектурное сооружение, которое будет украшать Корчак, село Корчак. Перед зданием новой пожарной части гостей встречали хлебом с солью, а затем с приветственной программой выступили участники хореографического ансамбля. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Пожарная часть оснащена современной пожарной техникой и вооружением. Кроме того, теперь стабильную работу будут иметь 21 житель района. А уже после торжественной части состоялся первый тренировочный выезд пожарного караула. Затем гости совершили экскурсию по пожарной части, где осмотрели помещение и оценили материально-техническое оснащение. В Дагестанском гуманитарном институте прошло мероприятие по подготовке студентов к супружеской жизни. Участникам семинара рассказали об основах семейного благополучия, а также организовали познавательный тренинг. В качестве экспертов выступили религиозные деятели и психологи. Подробности знает Хамзан Нурмагомедов. Проблема разводов и непонимания между мужем и женой остро стоит во многих регионах стороны, в том числе и в Дагестане. В нашем регионе, если верить статистике, распадается каждая третья семья. По этой причине дети не получают полноценное воспитание. Ведя необходимость укрепить институт семьи и брака, в учебных заведениях столицы проходят простительские мероприятия по подготовке молодых людей к супружеской жизни. На этот раз семинар состоялся в Дагестанском гуманитарном институте. Это очень нужно. Вообще, мы все предметы преподаем детям, математику, физику, химию, но мы не преподаем вот этот предмет взаимоотношений, а это самое главное. Я, например, постаралась только один вопрос раскрыть о том, чтобы девочки были целомудреннее, да, и хотела показать, насколько им выгодно, что их сила в этом и заключается, чтобы они не распылялись, чтобы они свое внимание не растрачивали. В ходе мероприятия для студентов провели тренинг, рассказали о взаимоотношениях между мужем и женой, на что стоит обращать внимание при выборе спутника жизни и насколько велика ответственность за создание семьи и воспитание детей. Участники встречи анонимно по указанному на экране номеру телефона задавали экспертам интересующие вопросы. Подходящая тема была для студентов, тем более сейчас возраст такой, что кто-то уже там находит себе, скажем так, кандидатуру для дальнейшей жизни, и основы, скажем так, на которых семья держится, они были сегодня раскрыты. Получила очень много эмоций, также, так скажем, впечатлений, и получила ответы на те вопросы, которые меня волновали и которые не давали покоя. Это мероприятие, я считаю, что нужно проводить во всех вузах. Организаторы также подготовили и показали студентам социальные роли ко взаимоотношениям в семье. Этот семинар состоялся в рамках проекта «Школа семейного счастья». Он реализуется в учебных заведениях столицы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и духовенства региона. Хамза Нурмагамидов, Рамазан Мусаев, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Лед встал, все на хоккей. В Хунзахе полным ходом идут спортивные баталии на замерзшем озере. Проверить свои возможности на льду собираются люди самых разных возрастов. О том, как дворовый хоккей постепенно возвращается в дагестанские села, в сюжете Патимат Ханаповой. Здесь все почти как в настоящем хоккее. Крышка, шайба и коньки. Своё мастерство молодежь оттачивает с раннего утра. За ними на ледяную площадку потягиваются и взрослые. Сегодня юнцы и ветераны решили устроить дружеский матч. Самому молодому из команды ветеранов 52 года. Но возраст не помеха, говорят аксакалы горного хоккея. Вести легкую и стремительную игру им помогает опыт. Технике они обучились еще в юном возрасте. Тогда, в советское время, дворовой хоккей в аулах был очень популярен. Игра, конечно, очень тяжелая. Наверное, не 15, не 20, не 30 лет. Почти 60 лет играется. Поэтому физкультуру, спорт, это, конечно, всегда надо делать. Всегда надо с этим дружить. Ну, думаем, что мы выиграем этот матч. Сейчас есть возможность и вечером тоже здесь. Народ собирается, освещение. Глава администрации вокруг этого все это освещение сделал. Хотя в подобных матчах зачастую побеждают ветераны, дети все равно с большим энтузиазмом приходят сюда, учатся у старших и уговаривают родителей купить им хоккейную экипировку. Удовольствие это не из дешевых. Что тебе больше всего в игре нравится? Попадать. Ловить гол. Больше ничего. В скором времени пройдет первенство района по хоккею. По этому настрою ребят серьезно. Несмотря на то, что посещение тренировок, по желанию, игроки ходят регулярно. Каждый понимает, что он в команде, а значит нельзя подвести. Я играю в хоккей уже три года. Каждый день приходят ребята и собирают. Я согласен с тем, что в хоккей играют настоящие мужчины. На мой взгляд, это настоящая правда. Этот замерзший бассейн каждый год для жителей Хунзаха становится настоящим плацдармом для зимних видов спорта. Сюда сходятся все от мала до велика. Пробуют они себя либо в одиночном катании, либо в командной игре в хоккей. Возможно, кто-то из них сможет стать частью профессионального спорта. Ведь есть в истории случаи, когда из дворовой коробки выходили мастера спорта, игроки сборной и заслуженные тренеры. По тематам Ханапова Магомед Магомедов. Новости ННТ. Хунзахский район. На неделе в Махачкалинском аэропорту встречали победителя Кубка мира по греко-римской борьбе Мелада Алирзаева. Напомним, что классик из Махачкалы в Белграде стал лучшим в весе до 82 килограмм. С чемпионом пообщался наш корреспондент Курбан Рагимов. Этот рейс в Махачкале ждали с особым трепетом Мелада Алирзаев. Первый воспитанник дагестанской спортшколы, ставший обладателем Кубка мира по греко-римской борьбе. Встречать спортсмена приехали сотни болельщиков. 14 декабря все с замиранием сердца ждали от него только победы. На Кубке мира в Белграде Алирзаев был единственным дагестанцем в составе сборной России. 22-летний борец впервые выступал на столь высоком уровне. Несмотря на это, ученик Артура Кура Магомедова и Магомед Али Магомед Алиева сумел оправдать возложенные на него надежды. На предварительном этапе Алирзаев выиграл три встречи, а финальное выступление завершил эффектной досрочной победой. В первую очередь был счастлив, что получилось, обраду от всех, кто за меня болел, переживал. Эмоции, честно говоря, до сих пор чуть бурлят еще во мне, полностью еще не успокоился. И в пользу случаем хотел бы свою победу посвятить профессору, нашему тренеру, ныне покойному Абакару Алипу Магомедовичу. Его как год уже нет с нами. Он большой вклад сделал в развитие греко-римской борьбы в республике. Это человек был большой буквы. Радость победы с чемпионом разделили его родственники, друзья, представители Минспорта и Федерации борьбы. Большая делегация приехала из Рутульского района, откуда родом Алирзаев. Выступавший и уверенный триумфатор способен ворваться в Олимпийскую сборную страны на игры в Токио. Когда ему было 14-15, я тогда же ему сказал, я говорю, сынок, я думаю, что с тебя будет Олимпийский чемпион и первым. Потому что у него какие-то данные такие, и рычаг длинный, и смотрю, боец, характер такой. Сам человек очень скромный и в поведении, и главный тренер сборной России, Гойго Мурманович Кугашвили, буквально вчера беседовали, говорит как раз таки о том, что очень крепкая психика. На этом все основывается. Ведет себя хорошо, тренируется, можно сказать, обычным словом, таким сленгом пашет. День, ночь. Прекрасные тренера с ним работают. Скромный в жизни и зрелищный на ковре Милада Алирзаев в борьбе с 6 лет. С детства он выделялся своим трудолюбием и упорством, что в итоге и привело его к большим победам. Алирзаев, он знает, он чересчур скромный парень, никогда, нигде не выделяется. То, что вот ему говорилось, выполняет задания, никаких личных вопросов не бывает. Вот мне как тренеру с ним очень удобно работать, потому что дисциплинированный, а это основной спорт. Вот есть дисциплина, это я как считаю, что это основной спорт. Это для нас, для нашей школы, то, что наш воспитанник, это большое событие. Почему? Потому что бывает, которые приезжие, и там какой-то результат показывают. Только у нас вырос, это не только для нас, для республики и в целом России. Это большой результат. Я думаю, на этом мы не будем останавливаться. Еще много работы впереди, упорный труд. Вот, я думаю, олимпийская медаль – возможное дело. Сейчас у Алирзаева нет времени почивать на лаврах. Уже через месяц в Ростове пройдет чемпионат России, где дагестанский классик выступит в новой для себя категории – до 87 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Завершение о спорте. Триумфом закончилось выступление дагестанских спортсменов на Кубке мира, завершившегося накануне в Белграде. Четверо дагестанцев завоевали золотые медали. В заключительный день соревнований на первую ступень пьедестала поднимались Абаз Гаджи Магомедов – 61 килограмм, Ахмед Усманов – 79 килограмм, Даурен Куругли – 86 килограмм и Абдул Рашид Садулаев – 97 килограмм. Напомним, что днем ранее обладателями медалей высшей пробы на Кубке мира стали пятеро дагестанцев. Так, в общей сложности в активе наших борцов оказалось 9 из 10 возможных золотых наград. Это были итоги недели. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok